Время новостей В Алматинской области активно ведутся противопаводки и учения КУКТЕМ-2020 За Родину! В Казахстане дан старт весеннему призыву Учиться, учиться и еще раз учиться Более 150 работников культуры Алматинской области примут участие в масштабном семинар-тренинге Отслужу как надо и вернусь В Казахстане начался весенний призыв Срочной службе в рядах вооруженных сил, пограничной службы флота и национальной гвардии Подлежат юноше от 18 до 27 лет В связи с этим на плечи руководителей и специалистов региональных ведомств По делам обороны ложится объемная работа Это не только комплектование состава срочников здоровыми боеспособными юношами Но также предоставление отсрочки некоторым категориям и их учет А также розыск злостных уклонистов Для этого и проводятся методические сборы, аналогичные тому, что прошло в Департаменте по делам обороны области сегодня Ежегодно Алматинская область обеспечивает призывной контингент около 2000 человек По итогам прошлого года на совещании отметили работу отделов Имбекши-Казахского, Алакольского, Памфиловского районов и городов Талукурган, Капшигай, Талгар Начальник Департамента по делам обороны Алматинской области Талгат Даулетханов Отметил ежегодное увеличение плана по количеству призывников в этих районах на 2-3% Председателя призывной комиссии по Алматинской области, первый заместитель главы региона Ляза Турлашев в своем выступлении указал на важность проведения профилактических мероприятий Среди призывников с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства На осень 2019 года у нас был план призыва 1870 человек Но были дополнительные наряды, мы призвали 1940 человек Это пограничную службу, комитет национально-безопасных вооруженных сил Республики Казахстан Национальная гвардия и служба государственной охраны Полная готовность противопаводковые мероприятия продолжаются в Алматинской области Во всех опасных участках региона приняты необходимые работы по недопущению подтопления Сегодня мерами защиты от талой воды охвачены дачные массивы Талкургана Подробности в материале Конец зимы Горячая пора для спасателей Алматинской области Талые воды угрожают подтоплением близлежащим селам Задача спасателей – не допустить этого Брандмейстеры областного центра совместно с департаментом ПЧС Посетили дачный массив Ащебулах и провели противопаводковые мероприятия Подобные мероприятия прошли в потребительском кооперативе собственников Сара-Арха Спасатели занялись углублением дна и расширением русла реки Каратал Ведь в случае выхода его из-за берегов весь дачный массив будет подтоплен В рамках проведения республиканских командно-штабных учений Весна Коктем 2020 проводятся практические мероприятия Мероприятия на грузле реки Каратал Именно в районе дачного общества Сара-Арха В проведении практических мероприятий всего задействована 41 единица техники И 124 человека личного состава Цель проведения практических мероприятий – это снижение угрозы подтопления жилых домов Расположенных вблизи реки Каратал В случае ЧП спасатели областного центра развернули штабы по приему пострадавших в школах Талдыкургана Здесь имеется все самое необходимое Кроме того, на базе школы номер 27 спасатели и власти города собрали директоров всех общеобразовательных учреждений Они проинструктировали руководителей и поручили быть готовыми к непредвиденным ситуациям В рамках данных учений сегодня мы провели на базе 27 школы дополнительно методическое обучение директоров других учебных заведений Именно по организации работы сборно-эвакуационных пунктов Здесь были им доведены необходимые требования по оборудованию помещений, по размещению инвентаря, а также по оказанию психологической и социальной помощи пострадавшим Напомним, всего в Алматинской области имеется около 40 паводково-опасных участков Весь весенний период спасатели намерены патрулировать водные объекты и принимать необходимые меры в случае угрозы подтопления В Капшигае, как и в других городах Казахстана, стартовали командно-штабные учения КОКТЕМ-2020 В двухдневных учениях принимают участие 11 специально созданных служб, в числе которых центральные и местные исполнительные органы, аварийно-спасательные службы и формирование Напомним, по прогнозам синоптиков, март ожидается аномально теплым Учитывая, что снега за последние два месяца выпало больше нормы, специалисты начали готовиться к возможным затоплениям заблаговременно Отметим, в Капшигае три участка находятся в зоне потенциального риска потопления В рамках учения планируется отработать все необходимые взаимодействия в случае реальной угрозы паводка и не допустить потопления улиц города В учении задействованы 38 единиц техники и 160 человек личного состава По городу Капчигае региона определены три паводкоопасных участка Это у нас канал Шошкаласай, потом по реке Щингильдет в Чингильдесском сельском округе и побережье река Каскеленка в Зареченском сельском округе По наиболее паводкоопасным участкам на сегодняшний день провели механическую очистку канала Шошкаласай Это от растительности, дноуглубления, а также провели механическую очистку трубчатых переходов по улице Алматинская вдоль канала Шошкаласай Экстренную посадку недалеко от аэропорта Усть-Каменогорска совершил самолет Ан-2 26 февраля около часа дня в 10 километрах от поселка Прапорщикова при посадке самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома На борту находились 5 человек, обошлось без жертв Одному из пилотов оказали медицинскую помощь Причины произошедшего выясняет авиационная администрация Казахстана Воздушное судно авиакомпании «Орлан-2000» выполняло полет по санитарному заданию из Каменогорска Аксуат За долг в 1 тенге в Казахстане начнут отключать свет 24 февраля 2020 года вступил в силу приказ номер 43 министра энергетики Республики Казахстан Который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией При наличии задолженности по электроэнергии хоть 1 тенге абонента отключат от электроэнергии И за повторное подключение ему придется заплатить от 6730 тенге Это для проживающих в квартире А для жителей частного сектора повторное подключение будет стоить 10 115 тенге Юридические жилицы заплатят 11 606 тенге Об этом сообщила Ассоциация Лига потребителей Казахстана В Казахстане упал спрос на ВИП-номера В 2019 году через спецсоны казахстанцы приобрели порядка 12,5 тысяч номеров повышенного спроса Общая сумма полученная от реализации таких номерных знаков составила более 3 миллиардов тенге В то время как в 2018 году через спецсоны было выдано около 15 тысяч Согласно статистике лидером по продаже номерных знаков повышенного спроса является мегаполис Алматы Здесь приобрели более 4,5 тысячи красивых номеров на сумму более 1 миллиарда тенге Почти 2 тысячи купили Ассанчане и более 1,5 тысячи жителей Шимкента К слову, наименьшей востребованностью номера с красивыми цифровыми и буквенными комбинациями пользуются в Север-Казахстанской области Здесь их приобрели только 99 человек К другим темам Испытанное время, проверенное делами 1 марта партии Нуратан исполняется 21 год Она была создана на пике политических и экономических преобразований В тот период наша страна делала первые суверенные шаги И оказала доверие большинству казахстанцев Сейчас ряды движения насчитывает около миллиона членов по всей стране А из 2 миллионного населения Алматинской области В рядах партии порядка 10,5 тысяч человек В основном большинство это патриоты с большим опытом Они приложили все свои знания, мастерство, желание и энтузиазм В рождении нового государства после глобального кризиса Именно потому партия стала флагманом в реализации государственных задач И контроле качества выполняемых работ Близкая к народу она помогает решать проблемы населения Посредством общественных приемных Которые действуют при всех филиалах организации Только Талкурганский городской филиал за период марта 2019-февраль 2020 Рассмотрел более 500 обращений граждан По 245 из них приняты конструктивные решения В честь 21-21 годовщины в здании Талкурганского салтана Царая Состоялось торжественное мероприятие Специально к нему приглашены самые активные, принципиальные и почетные партийцы Наряду с поздравлениями они предложили некоторые меры По повышению эффективности работы партийного движения Партия в рамках своих программ есть определенные программы Это Кедирский решек, Ардагилерд Ардахтаев, молодежные программы В рамках этих программ контролируют реализацию госпрограмм И оказывают благотворительную помощь всесторонне Оказывают всякую помощь нашим гражданам Учение Свет Более 150 работников культуры Алматинской области Примут участие в масштабном семинар-тренинге Трехдневное мероприятие своего рода Курс повышения квалификации стартовало сегодня В период обучения они познают азы эффективной корпоративной работы И методы совершенствования культурно-досуговой деятельности в современных условиях Лекторами семинар-тренинга выступят сотрудники Учебно-методического центра развития культуры Среди которых немало кандидатов в педагогических наук И отличников в сферах образования и культуры Чтобы обучение прошло более точечно Участников поделят по отраслям Инициатором мероприятия выступило Управление культуры, архивов и документации Алматинской области Благодаря полученным знаниям работники культуры Приобретут бесценный опыт и освоят передовые методики Кроме того, они смогут обсудить проблемные вопросы сферы и пути их решения Развитие культуры, я думаю, сейчас мешает нехватка кадров У нас нет именно таких кадров, которые бы работали на селе в клубном деле Потому что нет таких специалистов И у нас очень мало таких учебных заведений Которые обучают именно нашим профессиям Профессиям культработника Особенно на селе у нас очень не хватает дипломированных специалистов Вот в этом отношении Этот семинар, мы от которого ожидаем многого Что он хоть немножко за эти три дня Обучит нас тому, чего в данный момент не хватает нашим работникам В продолжении выпуска другие интересные события Оставайтесь с нами Умники и умницы Ученицы Талтыкурганской и Назарбаевской школы Удостоились высоких наград на престижном конкурсе Мысли глобально действуют локально На предприятиях Алматинской области Установят автоматизированные датчики Для определения количества выбросов в атмосферу Быстрее, выше, сильнее Более 500 скакунов приняло участие В соревновании по Кокпару в Кигенском районе Маленькими шажками к большому успеху Один за другим не перестает удивлять казахстанцев Ученики Назарбаев интеллектуальной школы города Талтыкурган В этот раз высокой наградой на республиканском конкурсе исследовательских проектов ЗЕРДЕ были удостойны научной работы сразу троих учащихся начальных классов НИШ Однако это не все Ученицы 12-12 класса этой же интеллектуальной школы Придумали уникальный метод по защите окружающей среды С достижениями юных исследователей познакомилась наш корреспондент Айнур Мирханова Рано, Нажалель Кызы, Ариана Слепых и Никита Пак до сих пор продолжают принимать поздравления Поздравить их есть с чем На республиканском конкурсе лучших исследовательских работ и творческих проектов в ЗЕРДЕ Проходившем в городе Щучинск девочки завоевали гран-при, а Никита занял второе место Если третиклассник Никита собрал робота, помогающего улучшить память человека То ученица 4-го класса Ариана установила взаимосвязь между группами крови, характером и болезнями человека В своем исследовании Ариана обработала данные результатов крови учащихся своей школы с 4-го по 12-й классы Количество респондентов составило более 200 человек На основе этих данных был составлен классификатор заболеваний учащихся Проведены интервью со школьным педиатром, психологом, врачами областной детской больницы и центра переливания крови Как мы видим, у нас получилось фантастически похоже на кровь Из-за чего? Из-за получившегося родонити железа, атом железа тоже окружен несколькими атомами азота, как и в гемогобине Также, для того, чтобы ребятам на уроке биологии как можно понятнее объяснить, как происходит реакция глюцинации Как лейкоциты схватывают бактерии Мы создали обучающие ресурсы на основе 3D-печати С врачом-апитерапевтом беседовала Иранона Жалель-Казе Она изучила 12 видов пчелиной продукции и вместе со специалистом сделала обширный анализ Его тема – использование в современной медицине продуктов пчеловодства для лечения различных заболеваний Юный исследователь даже составила сборник рецептов Я узнала, что у пчел есть перга, подмор, прополиск, воск, потом огневка У носок есть разные применения Эти применения я собрала все в своем сборнике народных рецептов продуктов пчеловодства Сейчас я вам его покажу Ознакомившись с работой Раноны, можно сделать вывод, что ученица при исследовании проявила самостоятельность Творчество и инициативу Такие же качества были отмечены у защитниц экологии, учениц 12 класса Даны Мажиты и Айданы Колдозбаевой Они создали биопластики с банановой кожуры и картофельного крахмала Научно-исследовательский проект завоевал гран-при в республиканском конкурсе 100 лучших проектов года Как мы все знаем, наша планета загрязняется пластиком И это очень серьезная проблема Например, в Тихом океане образовался целый остров мусора Мусоропластика, который равен площади Астралии Юные натуралисты выяснили, что крахмал и целлюлоза из внешнего слоя продуктов Могут быть использованы для создания биоразлагаемых пластиков К примеру, биопластик из кожуры банана можно получить в течение двух дней По словам данных, его производство не нуждается в каком-либо специализированном оборудовании И может производиться с помощью самых простых и доступных средств Как она утверждает, новый материал действительно может заменить традиционный пластик В будущем их цель – добиться его масштабного использования Обучиться основам бизнеса, узнать о системе государственного финансирования И существующих государственных программах поддержки начинающих предпринимателей Эти и другие темы были рассмотрены на прошедшем семинаре С участием представителей региональной палаты предпринимателей Примечательно, что целевую аудиторию слушателей семинара Составили студенты Ритисовского государственного университета имени Ильяса Жансугурова Теперь совместить учебу в УЗИ и бизнес стало реальным благодаря проектному офису Национальной палаты предпринимателей на базе стартап-академии университета Для поддержки молодых ученых и начинающих предпринимателей К слову, за время существования офиса при участии региональной палаты предпринимателей Прошли обучение порядка 57 резидентов Часть из них уже получили финансирование собственных бизнес-проектов На общую сумму около 300 миллионов тенге На сегодняшний день эти действующие проекты, для реализации которых Были созданы дополнительные рабочие места Это очень полезно для нас, студентов Потому что многим из нас интересен бизнес, как начинать бизнес Стартап-академия ЖУГУ, при которой недавно открылся офис Национальной палаты предпринимателей Это большой шанс для нас реализоваться как предпринимателем по сфере своей деятельности Каждую неделю проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы на различные темы Для поддержки по комплексным программам Сегодня палата предпринимателей помогает нам, молодым ученым, начинающим предпринимателям Освоить те необходимые базовые знания, которые необходимы для любого научно-исследовательского проекта По инициативе нашего руководства ВУЗа и палаты предпринимателей Был открыт проектный офис палаты предпринимателей Атамикен Где любой желающий студент, магистрант, сотрудник, докторант Могут прийти и получить бесплатную поддержку, консультацию Около 20 крупных предприятий и государственных органов Капшигая Предложили свободные рабочие места в канун ярмарки вакансии В основном гражданам предлагают рабочие профессии Это водитель, трактор, сварщик и другие Существенный дефицит представляют собой медицинские работники и учителя Найти стабильную работу и начать новую жизнь Изъявили желание более 70 жителей города Капшигая По итогам ярмарки 45 из них нашли постоянное рабочее место Большую часть граждан к себе приняли крупнейшие предприятия Как Marven Food, Капшигай Жилу и образовательные учреждения города В марте месяце мы направляем на краткосрочные курсы В этом году у нас по плану 100 человек А в прошлом году обучались 306 человек Трудостроенные около 2000 человек на постоянное трудостройство Из них молодежные практики проходили 69 человек Социальные рабочие места 46 человек Профобучение 306 человек Всего мы охватили около 2000 человек трудостройством С этого года на предприятиях первой категории опасности Начнут устанавливать автоматизированные датчики Для определения количества выбросов в атмосферу Данные автоматически будут поступать в Департамент экологии по Алматинской области Об этом рассказал глава ведомства Орман Акозив На брифинге с представителями СМИ За прошлый год ими проведено 126 проверок В ходе которого выявлено 365 нарушений Наложено штрафы на сумму почти 20 миллионов тенге Предприятиями региона образовано 430 тысяч тонн производственных отходов Это на 16 тысяч тонн меньше, чем за 2018 год В целом экологическая обстановка в регионе на постоянном контроле И находится в хорошем состоянии Отметил руководитель департамента В ходе профилактического контроля Предприятиям выдается предписание Об устранении нарушений экологического законодательства Все эти предприятия контролируются Выполнение этих предписаний На сегодняшний день департаментам выдано 269 предписаний Из них 70% предписаний предприятиям Природопользователями Алматинской области устранено Биржи продолжают лихорадить Ведущие американские фондовые индексы на закрытие торгов Врезка падает более чем на 3% Это связано с опасениями вокруг распространения коронавируса Инвесторы обеспокоены масштабами распространения инфекции Так как вспышка заболевания и связанные с ней карантинные меры Представляют риски для экономики Китая и всего мира Проблема на сегодняшний день заключается не только в возросших рисках худшего сценария При уже начавшемся разрыве цепочки поставок важных товаров из Китая Крупнейшего экспортера Инвесторов в большей степени напугали прогнозы ВОЗ О неизбежности распространения коронавируса в США В Греции на островах Леспос и Хиос не прекращаются беспорядки Местные жители выступают против строительства новых закрытых центров Для содержания мигрантов Участники митингов обещают заблокировать доступ к территориям На которых власти планируют разместить центры Беспорядки начались накануне Когда к местам будущих стройплощадок На паромах в сопровождении полицейского спецназа Начали доставлять технику В демонстрациях принимают участие и представители местного правительства Собравшиеся пытаются разогнать полиция На острове Хиос из-за слезоточивого газа Пострадали мэр Хиоса Стаматис Кармантис И местный священник президент ассоциации духовенства Хиоса Они были доставлены в больницу для оказания первой помощи Компания Walt Disney сменила генерального директора Новым главой корпорации стал Боб Чапик Ранее он возглавлял одну из подразделений компании Чапик на протяжении 27 лет занимался развитием парков развлечений Дисней по всему миру А также часть ее продукции Экс-клава корпорации Роберт Айгер Занимавший свой пост 2005 года Заявил о полном доверии к новому генеральному директору Он также отметил, что настало оптимальное время для передачи власти Более 500 скакунов приняло участие в соревновании по Кокпару в Кигенском районе На кону призовой фонд 300 тысяч тенге Кто стал сильнее и быстрее всех, расскажет наш корреспондент Алексей Цой На ипподроме села Боликса собрались лучшие наездники Всего 20 команд Принимали участие как взрослые, так и молодежь И вне зависимости от возраста оба поколения Демонстрировали железную хватку, равновесие и выносливость Конкуренция была на высшем уровне Оно и видно Ведь среди кокпаристов победители и призеры крупных стартов по конным видам спорта Соревнования проходят на высшем уровне Это отличная возможность хорошо провести время Еще с юных лет я катаюсь на лошади Со временем перешел в конный спорт И сейчас я со всей командой езжу по Казахстану и Кыргызстану Участвуем в соревнованиях Осамья уроженит села Боликсас и член национальной сборной страны Соревнования по кокпар организованы с целью популяризации ценностей казахского народа и национальных видов спорта В рамках программной статьи Ельбасы «Семь грани великой степи» В нашем селе Боликсас Кокпар развивается давно Если жители проявляют инициативу, мы обязательно их поддержим Независимо от погодных условий Мы были бы рады проводить соревнования по конным видам спорта каждый месяц Так и молодежь будет помнить и знать наши национальные ценности По итогам игры главный приз получила команда из села Кайнара Эмбекского района Они получили жеребенка Остальных участников наградили денежными призами по номинациям Напомним, соревнования по кокпару переходящие Следующие игры планируется провести в селе Каркара в середине марта Алексей Цой, Амина Кудайберген и Аманжо Ужун Кешев Телеканал ЖТСУ, Кигенский район Это была вся информация к этому часу Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok